девчонки 90-х знали его песни наизусть боготворили певца за возможность попасть на концерт были готовы продать душу а увы но в двухтысячной андрей губин без чих хитов не обходилась ни одна дискотека внезапно пропал с радаров общественности в этом видео мы расскажем почему мальчик бродяга более 15 лет назад поставил крест на своей карьере затем около полугода провел под наблюдением неврологов и психиатра за что обиженных олег и чем андрей губин занимается сейчас андрей родился в 1974 году в уфе однако в свидетельстве о рождении будущего певца значилась другая фамилия климентиев и он получил от супруга матери с которым на тот момент женщина состояла уже формальных отношениях биологическим отцом мальчик и его сестрой анастасии был педагог и художник виктор губин в 1981 родители андрея узаконили отношения и переехали москву первые годы жизни столицы для семьи были непростыми у матери губина не было московской прописки из-за чего она не имела права жить в городе родители будущей звезды постоянно переезжали что плохо сказывалось на социальные жизни детей у маленького андрея практически не было друзей тем не менее мальчик хорошо учился и даже помогал отцу зарабатывать деньги отправляя свои карикатуры журнал крокодил успехи губина в учебе побудили его отца перевести сына сразу из 2 класса в 4 однако из-за этого мальчику начались проблемы с успеваемостью параллельно андрей занимался футболом которым добился впечатляющих результатов его даже взяли в юношескую сборную москвы но из-за травмы колена от спортивной карьеры пришлось отказаться еще одним серьезным влечением губина была музыка первые гитары ему подарил отец и мальчик быстро освоил инструмент песни и стихи он стал сочинять подростковым возрастем свой будущий хит мальчик бродяга андрей написал в седьмом классе эта песня впоследствии привела его на телевидение однажды губин исполнял свои композиции у входа в здание центрального телевидения по счастливой случайности мимо проходила главный редактор программ до 16 и старше тамара павличенко она предложила талантливым подросток прийти на шоу качестве гостям 1989 тиражом всего в 200 экземпляров вышел первый альбом губина я бомж которым нашли отражение переживания певца связаны с бесконечным переездом и побегом от московских правоохранителей вслед за ним вышли еще два любительских альбома а вы мария принц и принцесса после выпуска из школы губин поступил на вокальное отделение гнесинского училища однако учеба его не привлекал а подход преподавателей казалось певцу однобоким он перестал посещать занятия и был отчислен за неуспеваемость в результате профессиональное образование он так и не получил всероссийскую известность принесло губину знакомство с леонида могутина 1994 году старший коллега увидел выступление певца на конкурсе славутич 94 и предложила ему записать профессиональный альбом пластинка мальчик-бродяга вышла через два года и сразу завоевала сердце миллионов слушателей по всей стране исполнитель стал настоящим кумир молодежи за ним по пятам следовали восхищенные поклонницы в 1998 губин выпустил второй альбом только ты имевший оглушительный успех песни из него долгое время занимали лидирующие строчки российских хит-парадов третий альбом было на прошло тепло встретили фанаты однако критики отмечали что многие композиции в нем откровенно проходные популярностью пользовался и четвертый альбом всегда с тобой 2004 губин стал участником шоу фабрика звезд этот эпизод его жизнь закончился скандал продюсер проекта игорь николаев написал для антона зацепи на песню ниже ростом только губин которая серьезно обидела певцам после этого исполнитель грозился подать на обидчика в суд и даже вызвал николаева на боксерский поединок однако ни одной из угроз не исполнил середине двухтысячных губин прекратил гастроли и стал редко появляться на публике из-за проблем со здоровьем певец жаловался на постоянные боли апатии упадок силы и другие неприятные симптомы врачи диагностировали у него левосторонний прозыпал гею лица состоянии при котором человек постоянно испытывает мышечные боли в результате губин надолго ушел в тень и изредка появляясь на телешоу и на выступлениях других артистов при этом по словам певца он продолжал писать песни в стол а также активно занимался спортом в августе 2024 губин заявил что готов вернуться гастролям как только позволит здоровьем он также отметил что написал много хороших песен которые надеется выпустить за годы в шоу-бизнесе губину приписывали множество романов певец и сам неоднократно говорил что в его жизни было много непродолжительных влечений но серьезные отношения построить сложно первой большой любовью исполнителя стала елизавета саутина 19-летний губин познакомился с ней случайно девушка ехала метро певец не смог пройти мимо день встречи андрей сочинил песнь о своей внезапной симпатии лиза роман развивался стремительно молодые люди съехались но долгое счастье не продлилось влюбленные расстались из-за постоянных гастролей губином через некоторое время певец начал встречаться солисткой группы карамель алюсика бевка их отношения продлились около полутора лет и завершились крайне болезненно для обеих сторон по словам губина причиной расставания стал конфликт характеров следующий возлюбленной исполнителя стала певица и модель татьяна терешина однако этот союз просуществовал всего несколько месяцев 2017 в эфире программы звезды сошлись певец максим квасник заявил что он внебрачный сын губина рожденный после гастроли певца в донецке 1995 арди сессия с молодым человеком отрицал и потребовал провести днк тест который подтвердил отсутствие родственной связи настоящее время андрей губин ведет затворническую жизнь на авторские которые по его словам периодически капают до 2015 он вяло вел страниц в одной соцсети периодически сброс свои номера телефонов особо рьяно надоедающих поклонниц на растерзание интернет аудитории с просьбой сказать им пару ласковых здоровье по-прежнему оставляет желать лучшего и он борется с хандрой регулярными белопрогулками сейчас артист резво оценивает свои положения и говорит построить серьезные отношения с женщиной ему непросто из-за постоянных болей характер стал вредным и не каждая выдержит такой образ жизни однако от отсутствия внимания певец не страдает андрей иногда встречается с девушкой поскольку без влюбленности творить по его словам невозможно летом 2024 когда губин посещал сочи в рамках его творческая встреча на новой волне артист признался что привел в город с возлюбленной раскрывать ее личность он отказался также стоит отметить что уговорить губина принять участие новой волне удалось игорь крутому спустя 20 лет затишь фанаты дождались возвращения певца на сцену композитор и продюсер игорь крутой стал организатором творческого вечера андрея губина в честь его юбилеи в рамках музыкальном фестивале новая волна 2024 круто и также добавил что пока не будет содействие полному возвращению андрея губина на сцену для того чтобы что-то получилось нужно его желание тоже и в конце концов нужно где-то побороть болезнь а где-то забыть о ней рассказал композитор а вам нравится этот артист пишите свои мысли в комментариях